ПЕРЕК ШЛОШЕСТРЕ От Луки, 13 глава. ПЕРЕК ШЛОШЕСТРЕ Я хочу сегодня поднять три темы. Осуждение. Покаяние и плоды. И как все это связано, мы посмотрим в продолжение сегодняшней проповеди. Я хочу прежде всего поделиться с вами свидетельством. Позавчера я сидел у себя дома вечером и хотел подготовиться к проповеди. И я спросил себя, о чем мне говорить в Шаббат? И у меня есть такая тетрадка и очень много проповедей, которые я готовил на протяжении прошедших шестьских лет. И есть там одна проповедь, которую я говорил много лет назад. О добром плоде, его плода, асмаковница и плода. И я тогда подумал, я долго не говорил на эту тему, я хочу в Шаббат об этом поговорить. И тогда я попросил Бога, чтобы он открыл мне это в другом ракурсе, в другом видении. И тогда я молился и спрашивал, говорил Богу, может быть ты хочешь, чтобы я говорил о чем-то другом? Так ты направь меня. И тогда я подумал, ну сейчас я вот пальцем в небо ткну, открою на том месте, где мне откроется, и вот там я буду читать и проповедовать. И вот может быть действительно ты мне покажешь, именно на эту тему мне нужно говорить. И тогда я открываю одно приложение в телефоне. И говорю себе, окей, откуда мне говорить, с какой книги? И тогда я думаю, ну хорошо, открою-ка я Евангелие от Луки. И нажимаю на Евангелие от Луки. Потом говорю, в Евангелие от Луки есть много глав. Открою-ка я 13 главу. И тогда я открываю 13 главу. И вижу главу со многими стихами. И думаю, ну хорошо, открою-ка я седьмой стих. И нажал на седьмой стих, и вот тут я читаю. И сказал виноградарю, вот я третий год перехожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. И сказал, господь, как ты велик. Именно об этом я думал говорить, и даже здесь ты мне показал, что ты хочешь говорить о смоковнице и о плодах. Смоковница во всем Танахе упоминается 60 раз. А в Новом Завете про смоковницу и про ее плоды упоминается два раза. Поэтому вот такая попытка открыть Новый Завет и попасть именно на это место, это очень слабое. Но Бог действительно направляет нас. И я верю, что есть Божья воля на то, чтобы вы услышали это слово. Я действительно молюсь, чтобы это было актуально для всех нас. Я хочу начать читать с самого начала главы, чтобы увидеть это в контексте. Давайте прочитаем с первых стихов. «Баута айт, ию шам אנшим, шесиперу לו о гелелим, ошер Пилатус араб от дамам в зевахи им. Ишив להם ישуа, האם מפני שהгелелим האלו סבלו зот, сфори мэтэм, шеем היו, хотאים גדолим יותר, מכל אנши הגליל? «Ло», – אומר אני לכם. «Эх, אם לא תחזеру בתשובа, кулכם תעבדу, כимотам». «Отам השמונה עשרה, ошер נפל עליהם המגדל בשלוח, вааргам, асфори мэтэм, шеем היו ошемим יותר, מכל האנשים, агарим би Йерушелаем, «Ани אומר лахэм, ше ло, ах, אם לא תחזеру בתשובа, кулכם תעבדу, кимотам». И в это время пришли некоторые и сказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И шоа сказал им на это? «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Иешуа услышал историю о том, что люди умерли. И тогда он задает вопрос, и также этим вопросом он дает ответ. Он отвечает вопросом на то, что связано с грехом. Он говорит, «Думаете ли вы, что эти были грешнее всех остальных?» И почему он вдруг начал говорить здесь о грехе? Для того, чтобы понять это, нам нужно зайти в эту тему глубже. или понять, что происходило в то время вокруг него. Я могу только это угадывать. Но возможно он начал говорить о грехе, потому что он услышал, как люди, которые рассказывают про этих галилеян, начали говорить про это. А галилеяне были верующими, и факт то, что они приносили жертвы Богу. И тогда мы видим, что с ними происходит что-то ужасное. И тогда автоматически люди начинают задавать себе вопросы, почему это произошло с ними. Как сегодня Влад говорил про надава и авиуда, и мы можем задать себе вопрос, почему с ними это произошло, почему Бог уничтожил их. Когда мы видим, что плохие и сложные вещи происходят в жизни наших знакомых, тогда мы задаем себе вопрос, почему с ними это произошло. И это что-то, что исходит из нас. Мы начинаем судить людей. Потому что мы думаем, если с ним это произошло, наверное он сделал что-то плохое. Часто у нас возникает такая стигма, особенно с верующими людьми это происходит. Потому что мы знаем места Писания, которые говорят, будешь поступать правильно, будешь благословение, будешь поступать неправильно, придут на тебя проклятия. И тогда мы начинаем думать, наверное он получил это наказание, потому что он сделал что-то плохое. И тогда нам очень нравится копаться в жизни других людей. А, может он потерял что-то плохое. Может он потерял какое-то плохое. Может он потерял какую-то правду. Возможно он потерял какую-то правду. Он верующий человек, но может быть где-то он все-таки потерял. Мы судим тех людей, которые находятся вокруг нас. И вместо того чтобы поддержать их в их сложной ситуации, мы делаем все с точностью наоборот. И самое смешное, что это происходит с верующими людьми. Потому что мы часто не видим всю картину. И когда ты не видишь всю картину, не понимаешь, то ты начинаешь угадывать. Это происходит иногда не среди верующих, а среди лидеров сильных верующих людей. Помните рассказ Иова? Тот кто не читал, я очень советую вам прочитать книгу Иова. У него были друзья, которые пришли чтобы сидеть с ним, и они сидели целую неделю для того, чтобы утешить его. Подумайте, человек оставляет все и приходит к своему другу, чтобы сидеть с ним семь дней. Мы, даже если нам нужно выделить час времени нашего, мы уже сплачем это делаем. Семь дней они сидели с ним. То есть они были действительно настоящие хорошие друзья. Они действительно его знали. И они знали, что он праведный человек. Они знали, что у него есть Божий страх. Они знали, что он делает все, как заповедует ему Бог. Помогает бедным. Благословляет странников, приглашая себя в гости. Но они не понимали, почему все это пришло к нему. С одной стороны, они видят его, как праведного и доброго человека. С другой стороны, они видят его болезни, все его несчастья, которые приключились с ним. И тогда эти две вещи, у них в голове не связываются одна между собой. И несмотря на то, что они тоже верующие, что они говорят ему? Возможно, ты все-таки где-то согрешил. Возможно, ты все равно что-то где-то против Бога сделал. Люди, которые глубоко верующие, сильно верующие. И это похоже на нас. Мы всегда ищем, что человек сделал не так. Я хочу вам сказать, не судите других людей. Не нужно копаться в их жизни. Потому что мы никогда не увидим всю картину. Бог проводит их через что-то. И вместо того, чтобы копаться в их грехах, пытайтесь их ободрить. Пытайтесь их поддержать. Есть псоким в Игерет Ильяков. Есть место Писания в послании Иякова. В 4 главе написано, я не хочу сейчас читать его. Псоким 11-12 стихи. Там написано, что если мы говорим плохо, и судим наших друзей, тогда мы судим закон, осуждаем его. Мы делаем себя судьями. Но есть только один судья, который есть истинный судья. И только у него есть право судить людей. Поэтому не судите. И я хочу сказать более того, в нашей ежедневной жизни, когда мы встречаем какое-то событие, которое произошло с нами или с другим человеком, когда кто-то ответил тебе, грубым образом, некрасиво, не нужно сразу спешить судить его. Возможно, он не заслуженно, некрасиво себя с тобой повел. Возможно, он опоздал на встречу, и ты ждал целых два часа. И тогда ты начинаешь его уже ругать и судить в своей голове. Но у тебя нет причины, ты не можешь знать, что с ним действительно произошло. Я хочу вам сказать, не спешите судить. Возможно, он пережил аварию и сейчас находится в больнице. Но ты уже судишь, что каждый раз он так поступает. Я хочу вам рассказать историю, которая на самом деле со мной произошла. И этот опыт, который я пережил, остался всю жизнь со мной в голове. Несколько лет назад произошло это со мной, мы были в другом здании. Однажды я подошел к одному из наших членов общины, и хотел у него спросить, и подошел, спросил, как дела, что у тебя происходит в жизни, вообще, чем ты живешь. И тогда он мне ответил очень грубо, и очень даже нагло. Он говорит, да какое твое дело? Тебя же это вообще не волнует, просто так ты спрашиваешь у меня. И я был просто в шоке. Я не понял, почему он себе позволяет так разговаривать. Но вдруг я что-то от Бога получил в тот момент. Не спеши судить его. Не отвечай ему. И тогда я сказал только одну вещь. Это не так, ты неправильно меня понял. Но если так ты считаешь что хорошо, и тогда я повернулся и ушел. И потом у меня такой осадок, как-то тяжело мне было внутри. Потому что он меня обидел. Но я начал молиться. И тогда Бог сказал мне, ты не знаешь, что он проходит в своей жизни. Возможно, из-за того, что он проходит какие-то обстоятельства, такова его реакция. Оставь это сейчас. И тогда я начал молиться и говорил, Господь, если это так, то дай ему понимание, что он сделал. Потому что он повел себя некрасиво. Помоги ему понять это. Я больше с ним говорить не буду. То есть я эту тему поднимать не буду. Я не должен сейчас убеждать человека. И это не наше дело, убеждать кого-то в том, что он не прав. Дайте Богу работать. И тогда, где-то неделю спустя, когда я его увидел снова, он подошел ко мне, сам подошел и сказал, он говорит, прости меня, пожалуйста. То, что я ответил тебе, это было не намерение моего сердца. Я неправильно себя повел. Но я сейчас прохожу очень сложный период в моей жизни. И мне очень трудно, и поэтому я так отреагировал. И тогда я увидел, что Бог был прав. Не нужно спешить судить. Не спешите решить вместо человека, если вы не знаете, не поговорили с ним. Потому что мы не видим всю картину. Мы не знаем, что есть в сердце другого человека. Но есть что-то другое, что нам следует делать. И то, что ответил Yeshua всем людям, которые находились вокруг него, он говорит, эти люди не согрешили больше, чем другие. Вы посмотрите на себя. Если вы не покаетесь, то все так погибнете. Поэтому одно из вещей, которые хочет Бог, это перенести взгляд наш, когда мы смотрим на других людей, чтобы мы лучше посмотрели на себя. Вместо того, чтобы судить других людей, подумайте о себе. Даже если ваше состояние все с ним в порядке. Даже если с вами все в порядке, то вы можете подумать, Господи, а что со мной происходит? Возможно, я где-то согрешил. Возможно, я где-то согрешил. Возможно, мне где-то нужно улучшиться. И это поможет вам вместо того, чтобы судить, и наоборот, преодолеть что-то в вашей жизни. Возможно, вам это поможет измениться и укрепиться. Подумайте об этом. Не судите. Но ободряйте друг друга. И утешайте друг друга. Поддержите их руки. Скажите, Бог знает, почему это происходит. Не нужно искать причины. Не нужно искать грех. Потому что Ишуа сказал, они не были грешнее тех, которые погибли. Бог знает, почему это происходит. И все ответы находятся у него. А все остальное, это наши догадки, которые ни к чему не приводят. И тогда Ишуа говорит, если вы не покаетесь, то все погибнете. Он призывает людей покаяться. И этот призыв покаяться, он особенный. Люди, с которыми он говорит, были верующими в Бога. Что это было за призывание покаяться? Что им не хватало? Что они еще должны были сделать? И для того, чтобы понять это, давайте прочитаем следующие стихи. Сапер, сипер лаэм, это мешаль הזה. Лаиш ехада, это таина нотуа бекармо. Пам ба лихапес, бапри, вело мацца. Амара ла корэм, ины зэ шалош шаним, ани ба лихапес, при битаина азот, вело мацати. Кротота, лама не анихла, гам лидалдель, этакарка. Ишив лао корэм, Адони, ашерна ота, ода шана, азот, а че адер, мисавив, веосим зэвель, улай тетен, при бешанаба, веимлё, тихротота. И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу, и пришёл искать плода на ней и не нашёл. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби её, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь её на этот год, пока я окопаю её, обложу навозом. Не принесёт ли плода? Если же нет, то в следующий год срубиш её. Мы можем посмотреть на эту притчу как на толкование. Пшат, буквально. Можем посмотреть на эту притчу буквально. Но здесь есть определённый намёк. Намёк на что-то тайное, о чём говорит Иешуа, но также и другие люди понимают это. Есть такое понимание танах, что жить под виноградной лозой или под смоковницей это жизнь в удовольствии и в покое. И мы понимаем это из пророков, потому что Бог говорит, я благословлю вас, и вы будете жить под виноградником и под смоковницей в мире и в покое. Они будут приносить вам плоды. И вы будете есть эти плоды, и всё будет у вас хорошо. И когда смоковница и виноградники не приносят плода, то это воспринимается как проклятие от Бога, что он наказывает свой народ. В азин и бакерем, анах нороим шны дворим, есть это гефин и есть тайна. Есть в винограднике два вида растений, есть виноград и есть смоковница. Очень много винограда и одна смоковница. И здесь можно применить различные ассоциации. Я не знаю, если это действительно неприложная истина, то что я вам скажу. Но у меня есть определенная идея. Возможно, что виноградники которые находятся там символизируют народы. А смоковница символизирует Израиль. Можно посмотреть на эту ситуацию по-другому. Возможно, виноградник это вера в Бога. А смоковница это вера в Мессию. Я не знаю, что из этого правда. Но намек здесь следующий. Три года смоковница не приносила плод. Три года Иешуа ходил по этой земле и проповедовал о вере в Бога и о покаянии. Но большой реакции от людей не было. Они все еще не принимали его. Не все. Но те, которые стояли у власти. И об этом он говорит. Вам нужно принять меня. Вам нужно принять своего Мессию. И тогда вы принесете плод. В Иоанна 14 главе в первом стихе написано. Иешуа говорил и все, кто был вокруг. Иешуа говорил и все, кто были вокруг. Не об этом. Аминь в Бога и об этом. Пусть не смешается сердце ваше, не устрашается. Верте в Бога и в меня верте. А я хасэр леанашин, лаам Исраээль, эмуна бэмашиах. Народу израэльскому не хватало вере в Мессию. Олай а лев שלа им айя филу нивоал. Их אנחנו יכולим пау лаамин акшав баишуа, баишуа, бамишу шегиа. Возможно, сердце их не могло понять как можно поверить в кого-то который вот так вдруг пришел. Бэн Иллоим Сын Бога который прощает грехи. Усэ дворим музарим шеф и хад лоасан. Который делает странные вещи которые никто до этого не делал. Мы верим в Бога Израэля и здесь кто-то еще который называет себя своим его представителем. Разве недостаточно верить только в Бога? Мы сыны Авраама. Но Ишуа говорит им если вы не будете верить в Меня тогда вы не можете полностью верить в Бога не можете получить полное понимание. Он говорит я есть путь и истина. Кшати кабло это Машиах атеанати тен при. Когда вы примете Мессию то смоковница начнет приносить плод. Вы примете зали кабель это имуна бы Ишуа Машиах. Истинный плод это получить веру в Мессию Ишуа. Это мы видим это когда мы им им Возможно, вы не знаете, но Смоковница приносит плоды три раза в году. И первые плоды где-то собирают на Песах. Первые плоды называются Пагим. Так называются. И если нет первых плодов, то эта Смоковница уже не плодоносит. Она не способна принести плод. И тогда мы читаем еще один рассказ, когда Ишуа подошел к одной Смоковнице и не нашел на ней плода, и тогда он проклял ее. Потому что не было у нее этого первого плода. Если у вас нет веры в Мессию Ишуа, вы не можете принести плоды. И вера в него, это первый плод, это начало пути. Ишуа сказал, если вы не будете во мне, не сможете приносить плод. И сегодня я призываю вас, говорится о всех детях Израиля, начало это принять Ишуа своим Мессией. И тогда это даст вам первые плоды. И тогда этот процесс продолжится. Давайте мы посмотрим и выучим еще несколько вещей. Мы видим, что три года человек приходил для того, чтобы искать плода на этой Смоковнице и не находил. Так Бог приходит каждому из нас. Он хочет видеть твои плоды. Действительно ли ты приносишь что-то в твоей жизни? Делаешь ли ты то, к чему Он тебя призвал в твоей жизни? А им есть при? Есть ли у тебя плод? И Он появляется из года в год. Есть еще эта надежда, что что-то изменится. У Бога есть терпение ждать и дать тебе еще шанс. И здесь Он сказал виноградарь господину, Он ответил виноградарю, что Он даст ему еще один год для того, чтобы подождать и посмотреть, принесет ли она плод. Он хочет увидеть наши плоды. У него есть терпение. Но это терпение тоже может закончиться. Потому что Он говорит, я уже хочу ее срубить. Зачем ты просто так занимаешь место, если ты не приносишь ничего? Покаялся и ты начал верить в Ешуа, но у тебя нет никакого плода. Или наоборот, ты даже не знаешь. И поэтому ты даже не можешь принести никакой плод. Ты просто занимаешь место в этом мире. Как сегодня Влад говорил, Бог с одной стороны прощает. Он милует. Но Он также судит. Он также приносит наказание. Он вон. Он срубает тех, кто не отблывает. И нам нужно это понять. Что Иллюим, Он веем. Иллюим, Он веем. Он знает. Что Бог, Бог праведный. Он не только милует. Он также может наказать. И нет никакого подтверждения в Танахе, то, что Бог будет ждать вечно. Катув, что Он, Он действительно терпит. И Он продлевает это время. Для того, чтобы дать еще возможности людям. Возможность покаяться. Возможность начать приносить плоды. Но для того, чтобы это сделать, нужно что-то изменить в жизни. И Он обращается к каждому, и к верующим людям тоже. Как Виноградарь говорит, мне нужно что-то сделать с этим деревом. Мне нужно обложить ее навозом. Мне нужно окопать ее, сделать, чтобы что-то там поменялось. Нужно приложить усилия в своей жизни, чтобы что-то начало меняться. Для того, чтобы пришел плод, нужно приложить усилия. И книга о послании к Галатам говорит, какие плоды мы можем получить. Каковы есть плоды Духа. Но для того, чтобы это началось, нужно приложить усилия. Ты не можешь просто так сказать, я верю в Ишуа, и ничего с этим не делать. Нужно покопаться в земле, нужно покопаться в своей жизни. Возможно, вынести тот мусор, который есть, выбросить его. Тут написано, что он положил мусор, для того, чтобы дерево выросло. А у нас, наоборот, нам нужно вынести любой мусор из нашей жизни. И, возможно, тогда это принесет плод. Но для того, чтобы вынести мусор, нужно приложить усилия. Нужно измениться. Если вы посмотрите, то эта история здесь не заканчивается. Особ, он нешар патух. Это значит, что Бог каждому дает надежду и новый шанс. Он говорит, я приду на следующий год. И проверю, что с тобой происходит. Начал ли ты изменяться? Начал ли ты прилагать усилия? Могу ли я увидеть уже новые плоды в твоей жизни? Бог дает тебе возможность. Но это не окончательная возможность. Но это возможности тоже может прийти конец. И изменение должно прийти сегодня. Мы помним работаем, тов, махара не асейдзе. Часто мы говорим, ну хорошо, завтра я начну это делать. Махара ты אומר, тов, махара не асейдзе. Завтра ты говоришь, завтра я наступит завтра, и я начну это делать. Потому что все, что нам сложно делать в жизни, мы все переносим на завтра. Но изменение должно происходить сегодня. Бог дает тебе надежду. И так же я хочу каждого из нас, верующих людей, призвать, к тому, чтобы у нас был огонь в нашем сердце. Огонь для добрых дел. Огонь для помощи ближнему. И огонь для того, чтобы жить Богу и устроять Его царство здесь. Возможно, ты служил очень долго, и ты сгорел. А возможно, что ты еще не начал служить. И тогда я призываю огонь в нашу жизнь. Чтобы у нас была страсть служить Богу. Чтобы мы могли быть цветом для других людей. Аминь. 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 Я хочу помолиться. Аллилуйя. Аминь. И дай твоему духу работать в нашем сердце. Я молю тебя за каждого человека, который не знает Иешуа. Прости его. Прости его. И помоги ему приблизиться к тебе. И через веру в Машиах. И через веру в Машиаха. И через веру в Машиаха. Это талант. Это талант. И пошли огонь внутри нас, чтобы служить тебе. И обнови наши дни, как прежде. В имя Иешуа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова